Всем привет! Меня зовут Света и сегодня я хочу вам снова показать свои антуриумы. Но не просто так. У меня есть кое-кто новенький. Давайте посмотрим на него. Опа! И это антуриум называется антуриум ливиум. Вот такой красавчик у меня теперь появился. Очень хорошее растение. Крепненькое оказалось. Очень довольна этим приобретением. Ну, если кому интересно, брала его за 769 рублей. Так, давайте рассмотрим его поближе, а потом я покажу вам еще какие-то антуриумы на данный момент цветущие. В прошлый раз я показывала свой антуриум Black Beauty. Он еще тогда до конца не распустился. Вот, а сегодня я могу показать вам во всей его черной красоте. Поехали! Итак, давайте посмотрим на эту красоту поближе. Вот такой, ну, пока еще не очень крупный цветочек. Я думаю, что у нас с этим антуриумом все впереди. Такой красавчик. Такой красавчик. И, как и обещала, хочу показать вам Black Beauty. Черный красавчик. Вот такой он на данный момент. Ну, еще опять же полотно до конца не опустилось. Вот, камера чуть-чуть осветляет. Он немного потемнее. Очень нравится красивый початочек. Также такого темненького цвета. Я так подозреваю, что он должен, по мере взросления, полотно должно темнеть еще. Так что будем наблюдать, смотреть. А здесь у меня два антуриума. Тоже я их вам показывала в прошлый раз. Антуриумы из микса. То есть, они мне пришли без подписи своей сортовой. Как они называются, я не знаю. Один вот такой оранжевый. Оранжевый. Другой вот такой беленький. И здесь был третий. Но я тогда говорила, что брала его не себе. Брала по просьбе своей родственницы. Вот. Он к ней и уехал. Но не совсем в приглядном виде, так скажем. Я их пересаживала сразу же. Пересадила. В одинаковый грунт. В одно и то же время. Все делала одинаково. Ничем пересадки абсолютно друг от друга не отличались. И вот закон подлости какой-то. Мои прекрасно себя чувствуют. С ними все замечательно. Не сбросили, не зажелтили ни одного листика. Вот этот недостающий. Он был красного цвета, кстати. Начала гнить корневая система. По какой причине? Для меня это просто загадка. Все делала точно так же. И в принципе корни, насколько я помню, у него были нормальные. Поливала тоже одинаково их. Абсолютно все у них было одинаково. Вот. Эти два нормальные, которые мои. Которые я брала для другого человека. Конечно же он хотел сдохнуть. Вот. Вот. Просто у меня нет слов. Вот как так? Ну я надеюсь, что он выживет. Я заказала еще одно растение на замену. Ну потому что я все-таки свою вину чувствую, что вот я пересадила. Хотя я пересаживала с разрешения этого человека. То есть как бы вот. Возможно он выживет. Я его пересадила в мох. Вот. После чего он в принципе прекратил свое умирание. Ну и надеюсь, что он все-таки начнет расти. Вот. А с моими все замечательно. Переломаны, конечно. Вот. Ну. Это не беда. Зато целенькие. И прижились. Видно, что им хорошо. Такой белечек. Вот. А ковали. Ковали. Вот он. Ему, кстати, вот не очень пересадка понравилась. Хотя вот и у него я меньше всего тревожила его ком. Корневой. Но, видимо, потому что уже взрослые растения. Эти, видимо, поменьше. Как бы легче пережили. А здесь он листья не подпортил у меня. Так, вот это то, что обрезано. Это он пришел. Поломанный молодой лист у него. Я, ну, вот то, что подпортилась и обрезала. Вот. Но он у меня... Цветы он не скидывал, которые вот уже были. Но зато у него было несколько бутончиков в зачатке. То есть один уже практически должен был развернуться. Но не судьба. Пересадочка все-таки на нем немного сказалась. И мне пришлось обрезать эти цветоносы. Вот. Ну, ничего страшного. Я тоже думаю, что с ним у нас все будет хорошо. Вот. И он мне даст новых... Новые цветочки. Вот такой вот тоже красавчик. На этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Встретимся в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok